Привет всем! Вы на канале Valery Life. Я уже давно не снимала свое видео, потому что навалилось огромное количество дел. У Расмин родились щенки, мы их нянчили, выращивали. Теперь они разошлись по своим новым хозяевам. Я поступила в университет, но об этом я расскажу в следующем видео. А сегодняшнее видео о косметике. О косметике The Ordinary. Я вам расскажу, какие продукты я уже успела попробовать, что мне понравилось, а что не понравилось, почему я обратила внимание на эту косметику. Ну и если вам интересно, оставайтесь смотреть. Бренд The Ordinary можно отнести к бюджетной косметике, потому что компания особо не тратится на упаковку. Смотрите, обычная белая коробочка и стеклянная баночка с пипеткой. Из-за того, что компания не тратится на упаковку, соответственно, продукт стоит намного дешевле его аналогов. Я обратила внимание на эту косметику только потому, что их продукты не имеют длинных списков ингредиентов. И поэтому простому обывателю довольно-таки просто разобраться с составом. Ну а теперь давайте я вам расскажу, что я приобрела, что мне понравилось, что я могу порекомендовать, а что никоим образом не затронуло мою душу. У меня вот такая коробочка с косметикой The Ordinary. И сейчас я вам расскажу поподробнее, что в ней, на что я рекомендую обратить внимание, а что мне вообще не понравилось. Когда вы попадаете на сайт компании The Sim, то сначала довольно сложно разобраться, что и где находится. Но для того, чтобы понять, что именно вам необходимо, стоит начать с руководства по применению. Инструкция по применению – это Regimen Guide. Здесь вы найдете краткую информацию о том, для чего тот или иной продукт, когда его лучше применять, утром или вечером, подходит ли он для кожи под глаза, нужно ли использовать SPF-защиту. Гид по применению довольно-таки удобно составлен. Он разбит по группам. Если вас интересует продукт с ретинолом, то вы заходите во вкладку «Ретиноиды». Если вас интересует продукт с витамином С, то вы заходите во вкладку «Витамин С». Ну и так далее. После того, как вы сделали свой выбор, обязательно стоит прочитать комментарии под каждым продуктом. Особенно это важно, если рейтинг данного продукта не очень высокий. Я уже два раза заказывала продукцию «The Ordinary» и сейчас поделюсь своим опытом. В мой первый заказ входило масло шиповника. У этого продукта довольно высокий рейтинг, но мне это масло не подходит. Оно не впитывается на моей коже и остается жирной пленкой. Хотя очень многие блогеры его хвалят и говорят, что масло отлично работает на любой коже и идеально подходит даже для жирной кожи. Огромный минус в том, что в описании продуктов не указано для какого типа кожи тот или иной продукт. Поэтому надо перечитывать кучу комментариев для того, чтобы понять, подходит тебе тот или иной продукт. Второй продукт, который я заказала, это ретинол 0,5% In Squalan. Squalan – это масляничное средство, позволяющее продукту не окисляться. В данном случае это консервант для ретинола. Я не ощутила никаких положительных изменений. Возможно, он для более чувствительной кожи. Высыпаний после него нет. Правда, косметологи утверждают, что ретинолом надо пользоваться постоянно. И через 10 лет вы увидите результат. Третий продукт – это альфа-липоидная кислота 5%. Вот тут я в восторге. Я увидела результат после первого применения. Кожа стала более однотонной, уменьшились высыпания и покраснения всего лишь за одну ночь. Но мне кажется, что это довольно-таки агрессивный продукт, и он не подойдет для чувствительной кожи. Во всяком случае, я этим продуктом пользуюсь только в осенне-зимний период. Летом, весной я его не использую. Второй мой заказ – это Баффет с пептидами 1%. Это витаминная сыворотка. Она самая дорогая в линейке The Ordinary. И я ей пользуюсь только вечером. Ну, или если никуда не иду в течение дня. Так как на моей коже она довольно долго впитывается. Она хорошо увлажняет и питает мою кожу. После нее мне не хочется наносить крем для лица. Если этот буфет сравнить с обычным буфетом, то рейтинг у первого, то есть у буфета с пептидами, намного выше, чем у просто буфета. Еще один продукт – это пептидный комплекс. Arzurine Solution 10%, который можно использовать на коже вокруг глаз. Я наношу его на все лицо. Очень легкая консистенция и быстро впитывается. У этого комплекса не особо высокий рейтинг. И я не могу сказать ничего плохого. Ни аллергии, ни высыпаний у меня после нее нет. Но восторгаться тоже не буду. У меня довольно нейтральное впечатление. Обычно после этой сыворотки я наношу следующую сыворотку. Ниакцимид 10% плюс цинк 1%. Это тоже витаминная сыворотка. Эта сыворотка контролирует выделение кожного жира. Она предназначена для улучшения тона лица, то есть убирать недостатки на коже, какие в описании, к сожалению, не указаны. Ее нельзя совмещать со средствами, содержащими витамин С. Можно наносить как утром, так и вечером. Вот крем. И последний продукт, который я приобрела, это мой фаворит. Это аскорбиновая кислота в порошке. Этот продукт можно добавлять в гель для умывания, но я этого не делаю. В маску для лица, в вашу любимую сыворотку, в крем. Его нельзя совмещать с продуктами ниакцинамид. Результат увидела с первого применения. Тон кожи выровнялся за одну ночь. Этот порошок очень легко растворяется, легко впитывается. Можно использовать и утром, и вечером. Но я предпочитаю это средство использовать вечером, потому что когда вы наносите его на лицо, оно слегка пощипывает, и получается такой дискомфорт. То есть не хочется сверху наносить косметику, поэтому я этот порошок использую или в сыворотку крем на ночь, или в маску для лица. Утром я его не использую. И, конечно же, конечно же, конечно же, нужно всегда помнить о кремах с SPF-фильтрами. Ну вот и все, мои дорогие. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем пока!